Они называют нас смеющимися святыми, и то, что они говорят, — правда. Если бы они знали, из-за чего мы смеемся, то тоже смеялись бы. Звучит хорошо. Весело. И даже дьявол не знает, что делать. Он сидит и говорит, — Чего вы смеетесь? Здесь что, юмористическая передача? Что здесь происходит? Брат Доллар, я просто не согласен со всем этим смехом в вашей церкви. Вот если бы вы оставались серьезным, я думаю, вы были бы куда более известным, если бы прекратили этот смех. Какие тут причины смеяться? Люди умирают и идут в ад. У нас есть причины смеяться. Мы рождены свыше. Иисус наш Господь, и мы знаем, что Он заплатил цену за наши грехи. Благодать Божья учит нас, как жить благочестивой жизнью. Это не наша забота. Иисус уже позаботился обо всем, и Он учит нас, как жить благочестивой, праведной и полной мира Божьего жизнью. Если вам не нравится, что я не останавливаю смех, вернитесь в свою машину, потому что радость Господня — сила моя. Мне надо находить поводы смеяться. Итак, в первой части говорится о людях, смущающих галатов, о чем упоминает Павел. И седьмой стих в расширенном переводе. «Не то чтобы есть или может быть какое-либо иное истинное Евангелие, но очевидно есть те, кто смущает, беспокоит, прельщает вас иным учением, которое они предлагают как Евангелие, и они хотят исказить и извратить Евангелие Христа, которое есть Евангелие чего? Благодати. Превратив его в то, чем оно абсолютно не является». Дальше, 2 глава, 4 и 5 стихи. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, каким образом вы порабощаете людей? Вы из благодати возвращаете их в рабство закона, собственных усилий и исполнения требований. Расширенный перевод. «Мне надо было принять меры предосторожности по причине лжебратий, которые тайно прокрадывались в христианское братство. Они проникали, чтобы шпионить за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, с тем, чтобы снова вернуть нас в рабство под закон Моисеев». 5 стих. «Им мы не уступили даже на момент, чтобы истина благовествования продолжала сохраняться у вас в своей чистоте». Такие люди делают смешение. Они говорят, «Да, вы были спасены благодатью, но хотя вы и были спасены благодатью, тем не менее, теперь вы должны выполнять и определенные требования закона». Так это и происходит. В любом обмане есть какая-то часть истины. Павел говорит таким. «Вы загрязняете чистоту Евангелия». В третьей главе апостол продолжает. И вот что сказано в начале. «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, не покорятся истине». Говоря об истине, апостол имеет в виду Евангелие о благодати. Расширенный перевод. «О, вы бедные, глупые, несмысленные, неразмышляющие и бесчувственные галаты! Кто прельстил, кто обманул, кто зачаровал вас? Ведь прямо перед вашими глазами Иисус Христос, Мессия, был открыто и наглядно представлен, как распятый». Он говорит. «Как вы могли допустить, чтобы вас обманули, когда вы сами видели, что Он заплатил цену за ваши грехи?» Второй стих. Позвольте мне задать вам один вопрос. «Вы получили Духа Святого в результате того, что слушали с закона и исполняли его дела? Или услышав евангельское послание и поверив ему? Было ли это результатом соблюдения закона, ритуалов или результатом послания о вере? Вы что, настолько глупы, бесчувственны и неразумны, начав духовно покорившись Духу Святому, вы теперь пытаетесь достичь совершенства, полагаясь на плоть, на собственные усилия и дела плоти? Вы перенесли и испытали так много без всякой пользы? Всё это было зря? Бесцельно? Напрасно? Апостол продолжает дальше и предостерегает вас о людях, извращающих Евангелие? Четвёртая глава. В ней апостол даёт описание этим людям. Из четвёртой главы видно, что он очень заботился о галатах. Сами прочтите с 12 по 20, а я прочту 16 стих в расширенном переводе. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину и обращаясь с вами искренне?» Павел говорит, «Я что, стал вам врагом, потому что проповедую вам Евангелие?» Вот и мне вспомнилось. Многие люди, с которыми я общался, больше мне не звонят. «Что я сделал?» «О, брат, меня беспокоит то, что вы проповедуете. Ваше состояние тоже меня беспокоит». Но я-то всё равно вас люблю, потому что люди благодати — милостивые люди. «Я что, стал вашим врагом? Вы же любили меня?» Павел говорит, «Когда я впервые пришёл к вам, вы так любили меня, что готовы были, если нужно лишиться глаза». Он говорит, «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» «Вы больше не приходите в церковь, потому что я говорю вам истину?» Что, правда? Прочитайте 17 стих. «Эти люди, учителя иудаизма, изо всех сил, стараются повлиять на вас, завладеть вашим вниманием, использовать вас, но цель их не благородна, не честна и не для вашей пользы. Вот что они хотят сделать — изолировать вас от нас, противостоящих им. Их цель — привлечь вас на свою сторону, чтобы вы делали то же, что и они». Это глубоко, не так ли? Пятая глава. Четвёртый стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Расширенный перевод. «Если вы ищете того, чтобы быть оправданными, объявленными праведными, если вы ищете правильные позиции перед Богом через закон, то вы ничего не достигли. Вы отделили себя от Христа. Вы отпали от благодати, от милостивого Божьего благоволения и незаслуженного благословения». Знаете, что он сказал? «Когда вы снова впадаете в попытки исполнить требования закона, когда вы снова впадаете в зависимость от собственных усилий и способностей, когда вы снова уповаете на своё поведение, апостол говорит, «Вы отпали от благодати. Вы пребывали в незаслуженной благодати Божьей, но потом допустили, чтобы кто-то прелестил вас, зачаровал вас, из-за чего вы вернулись к своей традиции, и теперь вы отпали от благодати». Вот это да! Через всё послание Галатам звучит предостережение. Берегитесь! Берегитесь! Чем больше вы будете слышать послания о благодати, чем больше у вас будет понимания, чем больше вы будете знать, что сделал Иисус, берегитесь! Будут учителя, которые явятся со смешением благодати и закона и отнимут у вас то, ради чего Иисус умер. Вы сами начнёте пытаться смешивать благодать с законом. В итоге ваша жизнь застрянет на одном месте, потому что вы не будете принимать того, что Иисус сделал для вас во всей полноте. Иисус не нуждается в помощи. Ему не надо помогать закончить то, что Он сам уже закончил. То есть, если за ваши грехи заплачено, то за них заплачено. Вы ничего не должны. Никакая оплата с вашей стороны не сможет сделать того, что Иисус уже в совершенстве сделал. Если вы возвращаетесь к делам плоти, вы бесчестите то, что Иисус сделал для вас на кресте. Это бесчестье. Бесчестье для вас думать... Послушайте, это действительно хороший пример. Бесчестье, если вы думаете... Если я исповедую места Писания об исцелении сто раз, Бог должен исцелить меня. Звучит это духовно, да? Но это не духовно. Это сильно попахивает собственными усилиями. Почему? Потому что вы полагаетесь на себя, если думаете, что сможете делать это сто раз в день для того, чтобы заставить Бога исцелить вас. Вместо этого вы можете сказать, «Отец, я буду проводить время в твоем слове, потому что я убежден, мое исцеление — это завершенное дело, и я сейчас принимаю его». Вы видите разницу? Вот как можно неверно использовать слово Божье. Вы полагаетесь на свои усилия, на то, что можете сделать посредством слова. Вы полагаетесь на то, что вы можете сделать, а не на то, что Иисус уже сделал. Вот в этом разница. В этом разница. И если вы понимаете, что я говорю вам в это утро, вы можете увидеть, что упускает церковь. Мы то и дело применяем законничество к христианам, не получая никаких результатов. В некоторых динаминациях, если вы присоединяетесь к ним, вам говорят, «Прежде чем присоединиться к нашей церкви, изучите наши правила». В нашей церкви правило одно — следуйте за Святым Духом, и Он научит вас всем правилам. Приходите в церковь, я вам немного помогу, потому что я стараюсь быть в позиции, чтобы Дух Святой мог говорить через меня и помогать вам жить такой жизнью, которой вам необходимо жить. А как мне спастись? Веруйте в Иисуса. На молитву не требуется много времени. Ну так приведите меня к спасению. Повторяйте за мной. Я верю в Иисуса. Я спасен. Не нужен длинный список перечисления имен и качеств Бога. О, дорогой, добрый, небесный Отец, ты открылся людям, как Эль и Леон. Невозможно вспомнить и произнести все имена. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и... Послушайте, весь дом твой. В день, когда вы спасетесь, обетование обращено не только к вам, но и к вашей семье. Спасешься ты и весь дом твой. А если дети живут отдельно, они все равно часть вашей семьи. Вот этот момент мы и упускаем, дамы и господа. Да. Вот эту ситуацию надо разобрать. В определенных церквях, когда вы присоединяетесь к ним, я не критикую, а просто хочу проиллюстрировать то, что говорю. В определенных церквях, когда вы присоединяетесь к ним, и вы, женщина, вам говорят, вам больше нельзя пользоваться косметикой. Но мне она нужна. Нет. Чтобы Бог благословил вас, не пользуйтесь косметикой. Что это значит? Вы накладываете на человека бремя закона. Чтобы Бог благословил ее, она, по-вашему, не должна пользоваться косметикой. Однако же истина в том, что приняв спасение, вы благодаря крови Иисуса имеете право на все благословения, если знаете, как принимать их, если вы знаете, что приняты Богом, независимо от того, пользуетесь вы косметикой или нет. Время. Смотрите, откуда приходит рабство. Закон Моисеев несет с собой осуждение, вину и рабство. Также они говорят, в нашей деноминации женщинам нельзя носить брюки. Они могут носить только платье. Что? Все время? Все время. Почему? Потому что Господь хочет, чтобы мы были святыми. Он хочет, чтобы мы были освященными. А? Но это никакое не освящение. Это неприглядная фальсификация. Некоторым женщинам косметика необходима. Пользуйтесь косметикой. Красьтесь. Можете краситься, и вы пойдете на небеса. Аллилуйя. И увидите там другие накрашенные лица. Да. Аминь. Потому что Бог за накрашенные лица. Если меня услышат люди из такой деноминации, они отреагируют так. Горячо. Горячо. Нет. Бог на небесах скажет, «Не беспокойся, дорогая. Я обо всем позаботился». Женщинам брюки носить нельзя. Однажды мы с женой поехали в одну церковь, где женщинам нельзя носить брюки, а на ней были брюки. Ну вот, пожалуйста, приехали. Так оно и есть. Грешники знают. Они смотрят на нас и видят, с нами что-то не так. Они задают вопрос, «Как может любящий Бог осудить тебя в ад за то, что ты пользуешься косметикой и носишь брюки?» Знаете, что говорят грешники? С таким Богом мы никаких дел иметь не хотим. Кто захочет иметь дело с Богом, который не разрешает женщине носить парик? Это величайшее изобретение после яблочного пирога. Не надо уже использовать гриву лошади. Можно купить парик из волос человеческого существа. Кто захочет служить Богу, который против париков? Как я говорил раньше, ангел на небесах поет песню о парике. Бог не против париков. Это опять требование, которое надо выполнить, чтобы получить благословение. А это законничество. Бог этого не требует. Закон требует. Но Бог нет. Именно от этого Иисус и освободил вас. У некоторых сейчас тяжелый момент. Они молятся. Можете молиться, сколько хотите, но так оно и есть. Об этом мы сказали. Но что насчет церквей, где практикуются слова веры, где говорят людям, «Если хочешь, чтобы Бог начал действовать, ты должен исповедовать это местописание, по крайней мере, 20 раз в день». Опять то же, о чем я говорил. Мы пытаемся заставить Бога сделать то, что Он уже сделал. Библия говорит нам войти в покой Божий, а не пытаться заставить Бога что-то делать. Мы пытаемся двигать рукой Божьей. Я использую свою веру, чтобы двигать рукой Божьей. «Моя вера потрясет небо и землю». Нет. Все происходит не благодаря вашей вере, а благодаря тому, что сделал Иисус, и благодаря вашей вере, сделанной Иисусом. нам надо решить, во что верить. Мы должны верить в завершенные дела Иисуса Христа, а не в то, что можем сделать мы. Вы верите в свои дела веры вместо того, чтобы верить в дело Иисуса, которое уже завершено. «Общей главной характерной чертой всех религий, можете сами проверить, является следующее. Во всех религиях есть набор требований, которые вы должны выполнить для того, чтобы получить благословение от Бога». В это число входит и религия, которую мы называем «христианство». А во времена апостола Павла христианство никогда не ассоциировалось с кучей требований, которые надо было выполнять. Иисус освободил нас от требований закона Моисеева и пригвоздил их к кресту, чтобы теперь была эра благодати, эра Святого Духа. Это эра, когда Бог в вас, и Он будет учить вас, и результат будет такой, который не даст никакой закон. Результат будет совсем другим. Когда вы встречаете человека, Вадимова Духом, он несравнимо выше религиозного человека, который хочет судить и осуждать всех. А этот человек, Вадим, Богом, он способен любить и грешника, и святого. Он способен любить того, у кого порядочная жизнь, и того, у кого жизнь в полном беспорядке. Поскольку он Вадим Духом Божьим, он знает, как носить бремена других людей. Этот человек, Вадим, незаконно, и потому не говорит, «Не прикасайся к нечистому». Я слышал, он ходит в ночной клуб, так что даже не буду жать ему руку. Аллилуйя. Дух Божий говорит это мне. Нет, с вами говорит не Дух Божий, а демонический Дух, тот самый, который обманывает вас всю вашу жизнь. Понимаете, мы так боимся. Брат Доллар, если мы будем так поступать, что если мы вообще потеряем контроль над собой? В этой ситуации вам надо делать, чтобы знать. Вам нельзя сидеть и заниматься умственными построениями о том, что будет, когда вы спасётесь и доверитесь Святому Духу. Просто скажите, «Господь, я доверяю Тебе». Я буду делать то, что знаю, уповая на тебя во всём, в каждом шаге. Я верю, что ты покажешь, что мне надо делать, и покажешь, чего мне делать не надо. Ты покажешь мне, куда идти, а куда не надо идти. Вы видите девушку в торговом центре, направляетесь к ней, а Дух Святой говорит вам, «Не ходи туда». Решение за вами. Вы должны обратить внимание на Его слова. Он вам говорит, «Не ходи туда», а вы, «Да всё будет хорошо, Дух Божий, я сказал тебе, что надо делать». «Не молись на языках». «Слушай меня». «Не надо сейчас молиться на языках». Я тебе сказал не ходить туда. И вы начинаете умствовать. Эти слова были ко мне? Они были от Бога или от дьявола? Вот поэтому вам надо проводить время в Слове Божьем, в церкви, в молитве, чтобы голос Духа Божьего стал вам знаком. Очень важно научиться узнавать голос Господа, потому что Он сказал, «Мои овцы знают голос мой». Вы знаете, жить жизнью под водительством Духа Божьего — это и есть истинное христианство. И истинное христианство — это отношение с Богом. Христианство задумано как отношение с Духом Святым каждый день, а не как исполнение написанных требований. Это не значит, что законы не будут написаны на вашем сердце. Дух Святой напишет их на вашем сердце и будет показывать вам, что вам делать. Но опять-таки, вы или полагаетесь на Господа, или на написанные правила. Ну, не знаю, пастор. Вы не знаете, поэтому у меня и призвание — учить вас, ведь вы не знаете. Я учу вас, чтобы вы пошли и научили других. А если вы сидите и говорите, «Никогда такого раньше не слышал». И что это может означать? Я молчу. А что это значит? Скоро на земле появится слава Божья. Скоро проявится присутствие Божьей славы. И я не хочу упустить этот момент, занимаясь исполнением правил и требований. Вы только представьте себе, Бог был избит людьми до неузнаваемости. Давайте я вам покажу, что вы делаете, когда отказываетесь принимать то, что сделал Иисус. Давайте я покажу вам, что вы делаете. Для Иисуса настало время заплатить цену за грехи людей. Он в Гессиманском саду. Ему очень тяжело. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Ангел был послан, чтобы укреплять его. Разве вы не знали, что Иисус был в человеческом теле, в котором были те же химические соединения, что и в вашем. И при всем том, что происходит, Иисус уповает на Бога. И Иисус продемонстрировал это своей жизнью, записанной в Евангелии. Он говорил, «Я ничего не говорю и не делаю, пока Дух Святой не скажет мне, что говорить и что делать». Итак, такое возможно, потому что Иисус прожил земную жизнь под водительством Духа Божьего. И также Он исполнил весь закон, потому что знал, «Мы этого сделать не сможем». И смотрите, они схватили Иисуса, который выглядел как человек. Вы не представляете всей картины. «Еще до избиения плетью, еще до Христа, было еще много других наказаний. Его избивали и делали это так жестоко, что все его лицо распухло. Оно распухло так, что даже не были видны глаза, вы понимаете? Его лицо было изуродовано. Солдаты избивали его по очереди. Ему давали пощечины. Все его лицо было распухшим. Избив Иисуса, воины связали его и стали бить плетью. На концах этой плети были заостренные куски металла, куски стекла, поэтому каждый хвост плети обвивался вокруг тела. Острые предметы впивались в тело, и когда плеть отдергивали, из тела вырывались куски плоти, обнажались кости, он был изувечен. Вы знаете, что происходит с человеком после такого? Его узнать нельзя. Иисус даже не выглядел как человеческое существо. Помимо всех издевательств, ему надели терновый венец. Вы понимаете? Это все равно, что вбить в кожу гвозди. На его и так окровавленное лицо стала стекать кровь с головы. Его тело представляло из себя одно сырое мясо. Дело было не так, что на теле Иисуса было несколько красных полосок, как это показывают в фильмах, но из его тела были выворачены куски мяса. Мышцы и кости обнажились. Я представляю, как в то время, когда его избивают плетью, кто-то из толпы говорит, «Да не поднимайся ты!» Сцена была, конечно, не из приятных. От ударов Иисус падает на землю, и он думает, как ему снова встать. Почему он это сделал? Потому что знал, он должен был понести все наказание за грехи людей. Он не мог оплатить лишь половину счета. Он не мог оплатить треть счета. Он должен был оплатить этот счет полностью. Поэтому, если оставался какой-то долг за грехи, Иисус платил за каждого человека, когда-либо бывшего на земле. Он сказал, «Я должен встать, потому что остались еще грехи людей. Я должен встать, чтобы все мое тело было изъязвлено за грехи людей. Я должен заплатить цену каждым миллиметром моего тела, чтобы больше никогда не возникало вопросов, заплачено ли за грехи людей до конца, или нет». Но это еще не конец. Это еще не все. Вы должны понимать, обычный человек в такой ситуации давно бы умер. Никто не убивал Иисуса. Он сам отдал свою жизнь. Он сделал это по Своей воле. В этом и сила жертвы Иисуса. Никто не мог отнять у Него жизнь. И сам Он не отдавал ее, пока не пришло время, пока не было заплачено за грехи всех людей. Подобно тому, как Бог не поместил человека на земле, пока все не было сотворено, так Иисус не собирался умирать, пока не было за все заплачено. Вероятно, они издевались над Ним еще и так. Накидывали на Него ткань, а когда кровь высыхала, отдирали ее, после всего еще и заставили Его нести крест. Как можно такое выдержать? И Он понес крест. Но еще не все. Иисус должен был понести наказание за грехи людей полностью. Поэтому Его пригвоздили к кресту. Когда подняли крест, Он страдал от удушья. Иисус сказал, «Когда Я буду вознесен от земли, всякое осуждение и суд, предназначенные для вас, Я приму на Себя». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ